О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Судили за измену. В Абалонском суде стартовал процесс заочного осуждения Януковича. Чего хотят прокуроры? Долой списков. Кого из беглых больше не ищут и почему их фамилии уже не в базе Интерпола? Золотая вода. Почему в Марганце Днепропетровской области и без того высокий тариф на воду резко вырос вдвое? Слово против слова. Что припомнили друг другу Макрон или Пен и чьи аргументы оказались сильнее? Высшая мера для Януковича. Сегодня в Абалонском районном суде столица стартовала первое пока подготовительное судебное заседание по делу о госизмене беглого экс-президента. Прокуратура обвиняет его в пособничестве вооруженной агрессии России против Украины, помощи в аннексии Крыма и требует для Януковича пожизненного. Чем завершились слушания, знает Руслан Смещук. Первое подготовительное заседание суда начинается с подачи защиты Януковича ходатайства о переносе слушаний. Мол, на суд оказывается давление со стороны генпрокуратуры, поэтому адвокаты беглого экс-президента подали апелляцию. До моменту розгляду апелляційным судом питання про зміну відсудності з урахуванням чисельних фактів тиску на суд, з урахуванням вручання в діяльність автоматизованої системи, немає можливості розпочати розглядки, немає можливості у захисту визначити думку щодо наявності підстав для відводу. Суд, порадовшись на місці, ухвалив задоволенні хвопотання якісника щодо відкладення підготовчого судового засідання відмовити, оскільки Кринальный працівний кодекс України не допускає спорів про підсудність. Після прокуратура подає ходатайство о публічному процесі, його удовлетворяють. Адвокати Януковича снова обвинять ГПУ і лично Юрия Луценко в давлении на суд. Якоби генпрокурор вмешався в процес выбора судів. Согласно закону, це робить спеціальна комп'ютерна программа. І опять просять перенести підготовлення засідання. Суправдість на місці, ухвалив глагатання захисту, задоволити частково, звернутися до державного підприємства, інформаційній судові системи, з метою перевірки, чи було втручання, не санкціоновано при автоматичному розподілі даного кримінального провадження. Защита снова просит отложити слушання, пока не появятся результаты проверки. Суд відмовляє. Тоді адвокати Віктора Януковича заявляють, що біглого екс-президента об цьому суді не предупредили, як того требують закон і просять привлечі його к участью в процесі. Віктор Янукович не повідомлений, встановлений спосіб, часто місце розгляду цієї справи. Відсутність такого виклику особи автоматично призведе до другого порушення її права на справедливий судовий розгляд. Суд, не обращая внимання на протест прокурорам, удовлетворяє требования защити. На следующем засіданні Янукович може присутствувати в режимі видеоконференції. Надати можливість, надати програмну можливість в стороні захисту для участи обвинуваченого Януковича в підготовчому судовому засіданні шляху відеоконференції. Після чого коллегія судей объявляє перерыв. Адвоката Януковича сообщають, їх подзащитна обладає некими сведениями, які можуть змінити ход судебного розбирательства. І він обязательно їх озвучить. Віктору Януковичу є що сказати в цьому процесі. Є дуже важні факти, які поки не озвучивалися нами. Я думаю, що буде можливість обществу другою версією цієї картини. В свою очередь прокурори обвиняють в захисту в попытках затягнути процес. І хоча обвинення підчиняється решенню судейської коллегії, позиція прокуратурі проста. Друге засідання по делу должно состояться 18 мая. Руслан Смещук, Алексей Шматов. Подробності телеканал «Интер». А вот в списках «Интерпола» фамилии Янукович больше нет. Причем не только Виктора, но и его сына Александра. Как нет и еще с десяток бывших из окружения екс-президента. У нас їх обвиняют в тяжких преступлениях и даже заочно судят. Но красная карточка теперь не действует. Кто это допустил? И наступила ли для перебежчиков вольная? Разбиралась Анна Каменева. Бывшие чиновники-беглецы отныне могут спать спокойно. По сути, в любой стране мира. «Интерпол» их больше не іщет. Ні екс-президента Януковича, его сына Александра, ні екс-министра енергетики Эдуарда Ставицкого, ні бывшего секретаря СНБО Андрея Клюєва отказалась международная организація искать и нардепа Александра Онищенко. По нашим данным, в списке снятых с розыска около десяти фамилий. Кто они в ГПУ комментируют неохотно. Та информация, которую мы получили каналами «Интерпола» в месте застережения щодо конфиденциальности, тому я не хотел бы оголошувати конкретную кількість. Больше десяти? Десять меньше, ніж десять. А Азаров Арбузов? А Азаров был. Був в цьому списку выключен? Так. А Арбузов? Не помню. Кроме екс-премьера Азарова, по нашей информации, «Интерпол» больше не ищет бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и олигарха Сергея Курченко. Однако в ГПУ уверяют, свободно путешествовать по странам ЕС они все равно не смогут. Никто еще не отменил санкции. И есть шанс вернуть беглецам красные карточки «Интерпола». Можно снова обратиться в организацию. Впрочем, есть одно «но». Единый аспект, что та самая людина не может быть оголошена в рушах за теми самыми подставами. То есть, должны быть какие-то новые обставления в этой справе, новая информация, новые аргументы. Еще один путь через суд. Генпрокурор у себя на странице в Фейсбуке уверяет, проблему решат. Либо убедят Фемиду принять нужное для «Интерпола» решение, либо дождутся приговоров. Да и решение организации судебному делу о госизмене Януковича, которое, по сути, сегодня стартовало, не помеха, говорят в ГПУ. В НАБУ заверяют, обойдутся и без «Интерпола», который отказался искать нардепа Нищенко, главного фигуранта дела о газовых махинациях. Было скеровано ряд заплатив до низких краин в межах тех прав, которые имеет Украина в контексте Европейской конвенции с выдачей правопорушников. Что же стало причиной отказа «Интерпола»? В ГПУ, говорят, все дело в несовершенстве украинского законодательства. А еще винят сам «Интерпол». Дескать, там так отреагировали на недавнюю резолюцию ПАСЕ, которая раскритиковала работу организации. А вот эксперты и политологи утверждают, в Генпрокуратуре явно недоработали. Возможно, недоработала прокуратура по разным причинам. Первое, из-за отсутствия желания это делать. Второе, из-за есть желание, но нет возможности. То есть отсутствует квалифицированный персонал, который был разогнан в результате иллюстрации. Это сознательный саботаж со стороны органов, правоохранительных органов Украины, которые не собирались ничего, никого искать. Каким образом в «Интерпол» подавались документы, которые четко было понятно, никогда не пройдут в международной организации криминальной полиции. Само национальное центральное бюро «Интерпола» Украины неоднократно об этом предупреждало инициатора Роска, ну, в данном случае, Генеральную прокуратуру. «Интерпол» фактически вызнав частковую незаконность або непоследовательность, або непрофессионность действий правоохранительных органов стосовно этих людей. Это проблема конкретно следователей, которые не предупреждали такой следователь событий, хотя он был очевидный, и не обеспечили соответствующий оглашение ответственного запоминального захода до подания этих людей, нарушенных до «Интерпола». Это решение, утверждают эксперты, может негативно отразиться и на имидже страны. Раз «Интерпол» отказал в розыске, то могут отказать и другие страны выдавать преступников. Анна Каменева, Диана Клочко, Анна Демиденко, Виталий Коваленко. Подробности – телеканал «Интер». Сутки под землей в Кривом Роге горняки четырех шахт объявили забастовку. Около 400 рабочих отказались выходить на поверхность после ночной смены. Они требуют повышения зарплат. Говорят, жить на 3000 гривен в месяц невозможно. Люди настаивают, зарплата должна быть не меньше 1000 долларов. Руководители предприятий провели переговоры с горняками, пообещали увеличить ставки постепенно, сначала на 20%, а до конца года на 100%. Но пока неизвестно, пойдут ли шахтеры на такие условия. Сейчас они остаются в шахтах на рабочих местах. О соблюдении прав человека, ситуации на Донбассе и в Крыму говорил сегодня в Брюсселе представитель украинской оппозиции и член Комитета по евроинтеграции Александр Вилкул. Он встретился с вице-президентом Европарламентом Райнером Билландом, членом Комитета по международным делам Михаилом Галлером и главой Комитета по правам человека Пьером Антонио Панцери. Обсудили, как Европа видит свое дальнейшее сотрудничество с Киевом и как оценивает происходящее в Украине. В ЕС, мягко говоря, дипломатическим языком, очень обеспокоены ситуацией с соблюдением прав человека в Украине. У нас больше полутора миллионов беженцев, миллионы людей на линии разграничения, миллионы на неподконтрольной территории. Больше 59 человек. Это политические смерти, расследования которых нет. Это и трагедия в Одессе 2 мая, и убийство журналистов. Шереметы, Бузина и другие. Ситуация по правам человека в Украине находится в центре внимания Евросоюза. И глава Комитета ЕС сказал, что будут обязательно выносить данный вопрос на фовеску дня Европарламента. Сегодня ситуация в Украине очень сложная из-за многих факторов. Нужно искать решение демократическим путем. Евросоюз и Комитет по вопросам прав человека продолжают наблюдать за соблюдением прав в стране и пытаются защитить демократическое будущее. А Совет Европы в Страсбурге принял сегодня отдельное решение по Крыму. Это первый подобный документ с 2014 года. В нем министры вновь осудили аннексию Крыма, призвали Россию соблюдать там права человека и возобновить деятельность Меджлиса. Кроме того, обратились к Москве с требованием обеспечить доступ на полуостров европейским правозащитникам и высказались за повторный визит в Крым комиссара Совета Европы по правам человека. Последний раз он был там в сентябре 2014-го. В зоне АТО за минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных. 9 наших бойцов получили ранения. Ирина Баглай из прифронтовой зоны подробнее. Вот вчера, позавчера там по Ленина попало, вот у соседей на город упало. Ну стреляют, а мы уже привыкли. Вот видите, он даже галкает. На окраине этой улицы среди разбитых домов редко встретишь людей. Наталья тоже была вынуждена покинуть свой дом, где погиб ее муж. Да, вот голова вот так на две половины раскололась. 54 года ему было. Прямое попадание в дом. Дочка уехала, я здесь такова одна. Одна. Кот сиамский был, от разрыва сердца погиб. И лицо у него, морда сразу, где черная, стала вся седая белая. Я никогда не думала, что так кот может посидеть. Саму же женщину контузило после вражеского обстрела. Теперь ходит со слуховым аппаратом. Инвалидности жалуются, лишили, а на операцию нет денег. Когда боевики начинают стрелять, ориентируются по своему новому питомцу. Дворняга Бен от страха заливается лайем. Пока же тихо, Наталья рискнула прийти в свой двор, похозяйничать на огороде. Здесь мы и так прибежали, убежали, поэтому не сильно людей, видите, на улице такого нет. Все боятся, в основном по погребам. Я вот тоже пришла домой и больше в погребе сидела. Вот стреляют. Над головой летела, как шлюпом, вот такой черный дым. Одна вражеская мина попала в огород, вторая на середину улицы. Осколки повредили четыре дома. Две женщины получили ранения. Сергей Николаевич, муж одной из пострадавших, спустя часы не мог прийти в себя. Как прилетело он, молча. Сидел только, в хату зашел. Он, повылетало все. Жена ушла в магазин, а бабушка в дворе. Часто у вас стреляют? Обеих пожилых женщин госпитализировали. Наши солдаты предполагают, боевики целились по позициям украинских военных. Но и местных жителей не пощадили. Противник использовал великокалиберные кулеметы, протитанковые гранатометы и минометы 82-го калибра. У нас есть предпущение, что противник хочет таким образом защипить один из блокпостей. На окраине после вражеского артобстрела канонада ненадолго стихла. Думали, мы в таком месте хорошем живем. Оно получилось, а что теперь в самом плохом? Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Подробности, телеканал Интер из Донецкой области. Семьям погибших украинских военных повысили размер денежной компенсации на 50%. Сегодня Петр Порошенко подписал два закона, которые также предусматривают дополнительные льготы для родственников тех, кто погиб на Донбассе. Кроме того, считает президент, нужно обеспечить ветеранов АТО бесплатным лечением и скидками на оплату жилья и коммунальных услуг. Мы делаем кроки, которыми мы даем дополнительные пильги, независимо от того, какой уровень материального обеспечения родины. Это бесплатное получение леков и бесплатные медицинские услуги. Это 50% снижение на зарплату жилья, на использование коммунальными услугами, скрепленный газ, вартости палива, услуги связка, квартирных телефонов и много-много другого. Нормандский формат по решению конфликта на Донбассе может быть поставлен на паузу. Из-за выборов во Франции и Германии, а также смены власти в Соединенных Штатах. Такое мнение высказала на своей странице в Фейсбуке представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко. По ее словам, этого систематически добивается Россия. И все же позиция Европы в отношении Москвы пока остается неизменной. Россия, очевидно, будет пытаться использовать этот период выборов в странах нормандского формата для того, чтобы поставить на паузу ключевое вопрос, не выполнение нею Минских угод. И тут очень важно, чтобы и Украина не дала возможности у этой паузы, но и позиция наших партнеров, которые пока что нужно отдать им належно, занимают такую активную позицию и четко, с требованием выполнять Минские угоды до Российской Федерации. Отношения с Россией стали одной из главных тем дебатов между кандидатами на пост президента Франции. До выборов три дня и эмоции били через край. Риторика оппонентов была жесткой и подчас далекой от политкорректности. Французские страсти в материале Людмилы Панасюк. Бездарные дебаты, великие дебаты, зрелищное шоу, позорное зрелище. Как только не называли СМИ словесный поединок между лидером центристов Макроном и ультраправой Липен. Состязание и правда было тем еще. Кандидаты в президенты были слишком эмоциональны и некорректны. Задала тон лидер национального фронта. Она всячески пыталась оскорбить Макрона. И улыбка его похожа на гримасу. И сам он всего лишь бездушный банкир. Вы видите отношения между людьми только с точки зрения прибыли и дивидендов, какие они могут приносить. Я вот совсем не такая. Макрон не остался в долгу. Отвечал колко, но хладнокровно. Без лишних эмоций и оперируя фактами. Безусловно, вы можете все грехи за последние 30 лет повесить на меня. Но я в политике гораздо меньше, чем вы. За 160 минут дебатов коснулись тем экономики, социального обеспечения, терроризма и международных отношений. Но по сути, ни один вопрос так и не прояснили. Зато взаимные обвинения оппонентов были очевидны. Макрон заявил, что президент Ле Пен будет находиться под влиянием Путина. Лидер национального фронта парировала. Ее соперник и вовсе подкаблучник. Независимо от исхода выборов, Франция будет руководить женщина. Либо я, либо мадам Меркель. Это реальность. Да прекратите же эти смешные формулировки. Ну, конечно, я права. К счастью, у нашей страны дальновидное руководство. Успокойтесь, сердайте меня закончить. Я очень спокоен, мадам Ле Пен. Говоря об отношениях Франции и России, которые сейчас достаточно напряженные, Макрон также вспомнил об Украине и Сирии. Он подчеркнул, будь он президентом, на уступки Москве не пошел бы. Что касается мистера Путина. Он находится за столом переговоров по ряду вопросов. Украинскому конфликту, где необходимо добиться деэскалации. Сирийскому кризису, где Россия также часть решения. Но я не поддамся диктату господина Путина. И этим отличаюсь от госпожи Ле Пен. Что касается французов, которые внимательно следили за дебатами, то они разочарованы. Дебаты были жаркими. Я не смогла посмотреть их полностью. Но агрессия меня пугает. И она исходила от национального фронта. Терпеть их не могу. Это был сплошной поток грязи, причем с обеих сторон. В любом случае, думаю, Макрон сохранит преимущество. По итогам дебатов, Макрона поддержали около 63% телезрителей. Марин Ле Пен – лишь 34%. Ситуация кажется очевидной. Но если вспомнить американские дебаты Трамп-Клинтон, то не стоит торопиться с выводами. Впрочем, кто победит, узнаем уже скоро. Второй тур состоится уже в это воскресенье. Людмила Панасюк, подробности, телеканал «Интер». А в Соединенных Штатах бюджетные баталии. В Конгрессе США проголосовали за главный финансовый документ страны. Какой он бюджет Трампа, что предполагает, и почему инициативы нового президента опять пытаются блокировать через суд. Дмитрий Анопченко знает все детали. Для Соединенных Штатов это очень большое событие. Уже завтра истекает срок действия временного бюджета страны. И не будь согласия среди конгрессменов, Америке грозил бы шатдаун. Полная остановка работы правительства и всех госорганизаций. Споров по-прежнему много, но решение найдено. Палата представителей проголосовала за главную смету, которая будет действовать до конца финансового года. Осталось только через Сенат ее провести, да отдать на подпись Трампу. Мы стараемся продемонстрировать людям, что Вашингтон пытается быть другим, что мы хотим изменить что-то в этой стране. Расходы бюджета более триллиона долларов. Голоса за отдали и демократы, и республиканцы. И чтобы не ссорить их, строку на финансирование стены Трампа решили не включать. Ее попытаются вписать уже в бюджет 2018 года. Рекордную сумму дали армии. Президент лично настоял. Огромные инвестиции в защиту национальных интересов Америки – мое ключевое обещание. Выделение средств на борьбу с влиянием Москвы на выборы предусмотрели и даже проголосовали за создание специального комитета по противодействию скрытому влиянию России. И если инициативы конгрессменов в Штатах сопротивления не вызывают, то все, что подписывает Трамп, по-прежнему воспринимают в штыки. И блокируют. Самым простым способом – подают в суд. Иммиграционные указы до сих пор заморожены. А теперь экологи судятся и по поводу другого решения президента. Отмены запрета на бурение на континентальном шельфе. 7 миллионов квадратных километров территории, до 100 миллионов баррелей нефти, огромные запасы газа. Обама работы там заморозил. Трамп в минувшую пятницу снял табу. Это и тысячи рабочих мест могло бы дать, и цены на черное золото по всему миру существенно снизить. Но теперь администрацию ждут очередные слушания, на которых ее представителям придется отстаивать свое право на перемены в Америке. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. И отдельно об одной из американских статей расходов. Конгресс рассматривает законопроект, согласно которому Украина не сможет тратить деньги из военной помощи США на нужды батальона АЗОВ. С такой инициативой выступил один из конгрессменов, и его предложение прошло палату представителей и два слушания в Сенате. В ближайшие три месяца Пентагон может выделить стране до 150 миллионов долларов. А потом идет речь в законопроекте об осигнованиях. Но, как говорится в поправке, средства не могут быть использованы для закупки вооружений, проведения подготовки или оказания любой другой помощи АЗОВу. Радикалы в украинском парламенте продолжают эпопею с лишением гражданства нардепа Андрея Артеменко. Депутат от радикальной партии Дмитрий Ленько опубликовал на своей странице в Фейсбуке якобы копию указа президента о лишении Артеменко гражданства из-за его второго канадского паспорта. Вместе с ним якобы утратили гражданство еще четыре человека. В том числе и депутат Одесского гурсовета Александр Боровик. Сам указ датирован 29 апреля, однако на сайте администрации президента такой документ отсутствует. Откуда же он взялся в радикальной партии, если, конечно, это подлинный документ, непонятно. В телефонном интервью подробностям член комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины нардеп Валерий Пацкан сообщил, что на прошлом заседании комиссии этот вопрос не рассматривался. Бывший советник Саакашвили Александр Боровик не знает о лишении его гражданства. Об этом он сообщил нам в интервью по телефону. Он также заявил, что еще до получения украинского паспорта был гражданином Германии. Со временем того, как мне дали украинское гражданство, я не принимал никакого другого гражданства, и я не поступал на службу никакому другому государству. Поэтому с формальной точки зрения, даже если вот этот нормативный акт, который там существует, даже если он имеет какую-то силу, мне кажется, что лишение меня гражданства изначально неконституционно. Я не буду оспаривать его в украинских судах, потому что я не верю украинским судам. Я сразу обращусь в Европейский суд по правам человека. А вот нардеп Андрей Артеменко эту информацию пока никак не прокомментировал. Но ранее обвинил лидера радикала Валега Ляшко в том, что он и его подопечные пытаются таким образом отвлечь внимание общества от собственных грешков. Напомню, Ляшко фигурант уголовного дела о незаконном обогащении. Детективы НАБУ расследуют законность покупки им дома стоимостью 15 миллионов гривен в элитном поселке Кончазаспа. На прошлой неделе Ляшко 4 часа рассказывал на допросе, откуда у него взялись такие деньги. Где взять деньги на оплату воды? Этот вопрос вывел на митинг жителей Марганца Днепропетровской области. Один куб здесь стоит 32 гривни. Такие цифры увидели люди, получив новые платежки. Жители устроили акцию протеста. Услышали их или нет, расскажет Елена Миндалюк. Местные жители собрались возле горвода канала. Требуют объяснение, почему у них вода самая дорогая в Украине. 32 гривни за куб. Такой тариф установлен с 15 апреля и указан в платежках, которые получили люди. За последний месяц мы заплатили по новому тарифу 429. За что я должен платить? Золотая вода? Пить с крана воду нельзя. Перекипяченая вода жесткая. Участники акции возмущены. Платить по таким космическим тарифам не в состоянии. И вспоминая, в 2009 куб стоил 3 гривни. Теперь 32. Люди возмутятся до такой степени, что по кирпичику разберут горвода канала. Я вам гарантию даю. Ну разве можно? Ну в одних 10, а у нас 30. Пенсии не хватает. На двери вода канала объявление о том, что оплату принимают сегодня до трех дня. Уже через час, когда собрался митинг, здание похоже опустело. Сотрудники не выходили. Входная дверь заперта. Люди пытались докричаться через рупор безрезультатно. Не смогли попасть в здание и мы. Почему в городе такие высокие расценки на воду? Чиновники нам ответить не смогли. Мол, о повышениях сами узнали из интернета. А сейчас водоканал находится на балансе области. Чиновники решают вопрос о передаче его в собственность города. Это минимум месяца три. Почему? Потому что нужны будут акты приема передачи. Их нужно будет утверждать на сессии. Это процедура. Если предприятие перейдет в коммунальную собственность города, то да, мы будем стараться привести тарифы к тому уровню, на котором они сейчас у нас перед повышением находились. Обещаниям чиновников люди не верят и говорят, что платить по 32 гривни не будут. У меня таких возможностей нет. У меня нет. У меня пенсия 1400. Все. Пенсии у нас в среднем, ну, 1300. Ужас. Ну, это не мыться, не стираться, не купаться. Ну, что это такое? После митинга люди собрали подписи под резолюцией с требованием вернуть прежнюю стоимость воды. Документ, говорят, передадут в областную администрацию. Елена Медалюк, Евгений Каденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. А возле Гурсовета Львова с утра собрались врачи. Они пришли с требованием остановить ликвидацию коммунальных стоматологических поликлиник. Еще в феврале местные депутаты проголосовали за реформу этой сферы здравоохранения. Она предполагает, что услуги пациента плачивает через кассу и не дает взяток врачу лично. Для малоимущих лечение обещали бесплатно. Все расходы погашает горбюджет. Но медики в это не верят. Мол, если реформа заработает, пенсионеры и малоимущие не смогут получать бесплатные стоматологические услуги. Чиновники уверяют в обратном. Пришли к вам пациенты, вы заработали деньги. Не пришли пациенты, нет чего вас поддерживать на работе и платить вам посадовую окладку, потому что вы числитесь на этой работе. Они еще и не знают, в что нас перевезти, как нас, чтобы нас скинуть из бюджета. Нам сказали план 22 тысячи гривен. Одни говорят 18 тысяч гривен в месяц. Но лекарь не может этого сдать. Реально не может. Это только для того, чтобы развалить нашу службу. Земля не товар. Батьковщина обещает начать массовый сбор подписей граждан против продажи земли. Об этом предупредила сегодня лидер партии Юлия Тимошенко. Говорит, ее не остановит даже решение окружного админсуда, который 27 апреля запретил земельный референдум. Тимошенко уверена, ее полицила соберет около 15 миллионов подписей фермеров, которые против рынка земли. Мы начинаем масштабный сбор подписей против продажи сельскохозяйственной земли в Украине. Для селян, которые владеют паями земельными, есть только один шлях, что нужно делать. Украинская держава должна выкупить за нормальную рынковую цену земельные паи у тех, кто хочет их продать. Но ни в каком случае не выставлять земли на распродаж. Россия запретила денежные переводы в Украину через иностранные платежные системы. Теперь пересылать средства с помощью, например, в Астерньюнион невозможно. Как накануне пояснили в Совете Федерации, это ответ России на ограничение деятельности в нашей стране российских банков. Расчеты между юридическими лицами пока сохранены. Единственная возможность сделать перевод, это открыть нашим гражданам личный счет в российском банке. Дерзкое ограбление в Кропивницком средь бела дня. На глазах у сотни прохожих неизвестные напали на водителя иномарки. Из салона забрали сумку, в которой было 30 тысяч долларов. Подробности знает Елена Брынза. Все произошло в обед в самом центре города, напротив мэрии. Как рассказали очевидцы, автомобиль Сан-Гьонг остановился на перекрестке на красный свет. В этот момент из «Шевроле», которая стояла рядом, выскочили несколько мужчин и стали бить стекла иномарки. Все, что пометив, это то, что были в масках. Один из них был в медицинской маске. Взяли сумку, сели и втекли. Окрепленный водитель побег туда в аптеку. В последнее время у нас в месте действительно было достаточно много таких случаев, как не разбивание нападов, так и стрелянина. Но они стреляли больше на окружающих местах. За рулем Сан-Гьонг был 36-летний мужчина. По предварительным данным водитель из Кривого Рога. Последние несколько лет жил в Кропивницком. Нападавшие нанесли ему несколько резаных ран. Первую помощь оказывали работники соседней аптеки и прохожие. Ему сразу начали перематывать руку. У него головокружение было. Ему начали перематывать ногу, он полностью был в крови. Как выяснилось позже, мужчины вместе с женой заехали в банк, сняли деньги. Сумку с долларами и документами положили в салон. Когда возвращались, на них напали. Ранения оказались нетяжелыми. В больнице мужчине наложили швы и отпустили. Ссадины головы. Эта травма нетяжелая. На кисти был наложен один шов, на правом бедре тоже. Ему повезло, потому что недалеко от артерии не была повреждена. В полиции сообщили, что нападавших было трое. Их объявили в розыск. По городу объявлен план перехват. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Культовая британская группа Depeche Mode отправилась в мировое турне. График гастролей музыкантов рассчитан почти на год. Первый концерт уже завтра в шведском Стокгольме. А завершится турне 27 марта 2018 года в Бразилии. Только в Европе музыкантов услышат полтора миллиона фанатов. Тур группы посвящен выходу нового альбома Spirit, который музыканты презентовали в марте. Тогда в эксклюзивном интервью подробностям участники группы утверждали. Мы приедем и мы хотим выступить в Украине. Уже известно, что в Киев знаменитые британцы приедут 19 июля. Страндиозный концерт запланирован на стадионе Олимпийский. Забрать у дональда Трампа смартфон предлагают американские сенаторы. Глава комитета по международным отношениям вполне серьезно намерен запретить президенту США доступ к Твиттеру. Все из-за предложения Трампа закрыть правительство или изменить систему голосования для сенаторов. Он позорит себя в соцсетях, считают коллеги политики. Больше занимательных новостей смотрите далее в нашем обзоре. Семейные прогулки укрепляют брак и финансовое состояние, доказано перуанцами. 92 украшения из золота и серебра случайно нашла местная пара рядом с местом археологических раскопок. Драгоценности эпохи инков, луки, стрелы, горшки и маски датируются примерно первым тысячелетиям нашей эры. Среди сокровищ миниатюрная корона из цельного листа золота, изготовленная для ребенка, представителя влиятельной династии. Бои без правил за решеткой. Подпольный бизнес с солидными ставками на бойцов процветает в британских тюрьмах. С помощью нелегальных мобильных телефонов жестокое действие снимают на камеры и транслируют в интернете. Противники не только пускают в ход кулаки, могут и покусать друг друга, и подручные предметы использовать. Сколько не борются теремщики с телефонами в застенках, пока тщетно. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности UA. Хорошего вечера и до встречи завтра.